Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 теплота души. Вот главные качества, которые отличают представителей этой благородной профессии. Социальные работники приходят на помощь к тем, кто остался обреченным на одиночество. Они становятся глазами, руками и даже психологами для своих подопечных. С Натальей Сухоставской познакомилась Мадина Каракетова. Пригласить мы для полного репортажа вас не можем, для того, чтобы, конечно, оберегать их здоровье. В перчатках, маске, вооруженной несколькими антисептиками, социальный работник Наталья Сухоставская идет к одной из своих подопечных. Сюда, как и к каждому из 12 закрепленными за ней жителями Черкеска, некоторые из которых не самостоятельны в силу возраста, другие с ограниченными возможностями здоровья, она приходит два раза в неделю. Морально очень тяжело видеть, как люди справляются со своими трудностями в этой жизни. Старшее наше поколение, тем более мне это совсем близко, потому что у меня мама такого же возраста. И мне очень обидно за тех наших, я не хочу говорить стариков, мы всегда говорим обслуживаемые, что они остались в такой жизненной ситуации. У многих есть родственники. Вот честно скажу, у многих есть родственники, которые не общаются. Социальные работники ухаживаются пожилыми, одинокими людьми и инвалидами порою по несколько десятков лет. Привязываются к ним, становятся практически родными. Была у меня такая Ирина Кондратьевна Рейнгард, очень молодая, 60-го года рождения. У нее были очень физические там нарушения. Я вот не могу вам передать, удивляла ее сила воли, сила духа. Настолько вот ей больно, тяжело. При всем при этом у нее еще был сахарный диабет. И вот как она справлялась с этими трудностями. Секунду на слезы, пять минут на смех. Она всегда умела радоваться. К сожалению, она рано ушла, так случилось из этой жизни. Очень была позитивная, была очень общительная. Я очень долго переживала ее смерть. Вдвойне неприятно видеть внезапно объявившихся после кончины человека ранее безызвестных многочисленных родственников, слетающихся отовсюду с претензиями на наследство. Одинокие люди тяжело переживают свое состояние, рассказывает Наталья. Десятки лет в четырех стенах и нет ротного плеча, к которому можно прислониться в тяжелые дни. Крепкой руки готовы поддержать, одобрительно пожать. Того, с кем можно просто поговорить. Социальный работник становится глазами и руками беспомощных людей. Наши обязанности – это решение бытовых проблем. Это все, что мы делаем на дому, начиная уборка, помощь в приготовлении пищи, консультации, поликлиник. Надо отдать должное в этот момент. Я хочу сказать огромное спасибо нашей городской поликлинике, а именно главному врачу Шинкау Гаше Айсовне. Налажена работа с социальными работниками очень помогают. Медсестры участковые, терапевты. Я вот очень сильно контачу Салпогарова и Марьям Юсуфовна. Огромное спасибо девчонкам. Именно к социальным работникам относятся очень хорошо. Всем, чем могут, они помогут, порекомендуют, подскажут, сделают. Точно так же второе отделение терапевтическое, старшая медсестра Федорко Людмила Ивановна. Это вообще, любой вопрос она решит две секунды. Двойная ответственность легла на социальных работников в условиях сегодняшних реалий. Закрытие магазинов, ограничение движения общественного транспорта значительно усложнили работу. Так как наши обслуживаемые, они живут не в одной точке, разбросанной по всему Черкесску, нам приходилось стопать ногами, это не представляете сколько. И тут наша заведующая Ольга Николаевна обратилась к директору Центра республиканского социального обслуживания Чукова Нурбиза Удиноча с просьбой о том, чтобы выделили нам специальную машину. Вот благодаря несколько девчонок пользовались некоторое время служебным транспортом для того, чтобы обслуживать, что облегчило немножко труд передвижения и сокращение времени в обслуживании. Наталья Сухоставская соцработником стала совершенно случайно. После закрытия знаменитого химзавода в Черкесске остров стал вопрос, где найти работу. И на тот момент эта профессия оказалась единственной доступной. Помогает одиноким людям Наталья уже на протяжении девяти лет. Признается, что не раз было желание уйти, только вот сердце советует обратное. И в свой профессиональный праздник Наталья Сухоставская желает всем жителям Карачаевой Черкесии не бросать родных людей, особенно родителей. Мадина Каракетова, Роберт Джигутанов, Андрей Карамов. Вести Карачаева, Черкесия. Накануне православные отметили один из главных праздников – Троицу. А сегодня церковь празднует Духа в день. Из-за пандемии коронавируса службы проходят практически в пустых храмах и только с участием священнослужителей. В чем значимость этих двух праздников и что они означают для православных людей? Ольга Савенко с подробностями. Много замечательных праздников имеется в Русской Православной Церкви. Самый выдающийся и преображающий человека – это праздник Святой Троицы. Он отмечается на 50-й день после Пасхи. Отсюда и второе название – Пятидесятница. У древних христиан это был второй по значимости праздник после воскресения. Две тысячи лет назад в Иерусалиме, в Сионской горнице, в которой Христос совершил свою последнюю тайную вечерю, собрались Его ученики с Богородицей. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. И явились им разделяющиеся огненные языки и опустились по одному на каждого из них. Согласно книге «Деяния апостолов», которая входит в Новый Завет, на них сошел Дух Святой. Апостолы начали говорить на других языках. Этот день считается днем рождения Церкви. Все те люди, которые в этот день находились в Иерусалиме, слышали проповедь апостола Петра и всех остальных апостолов. И в этот день крестилось более трех тысяч человек. После проповеди люди услышали благую весть о Христе и приняли святое крещение и веровали в Христа. И этот день является днем рождения Церкви. После сошествия Святого Духа ученики Христа начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедовали соблюдать это правило всем христианам. На Руси же Троицу начали широко отмечать лишь в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподобном Сергии Радонежскому. На Троицу примято украшать свои дома веточками березы, травами и цветами. Они напоминают нам о том, что под действием благодати Божией душа каждого человека может расцвести пышным цветом любви, добра, веры и надежды. И даже некоторые молитвы священнослужитель считает с букетом в руках, как символ новой жизни, новой крестьянской Церкви. В этот великий день после литургии служится вечерня, во время которой единственный раз в году трижды читаются колено преклоненные молитвы, удивительные по своей красоте и глубине. Их в IV веке составил Святой Василий Великий. Впервые после Пасхи поют молитву Царю Небесный. Это молитва Святому Духу. Не случайно в этот день белые облачения духовенства, в которых служили с праздника Вознесения Господня, меняются на зеленые. Зеленый цвет в православии – символ Святого Духа. Его праздник отмечают на следующий день после Троицы. Он так и называется – День Святого Духа или Духа в день. Искренне от всей души хочется в День Святого Духа поздравить всех наших православных братьев и сестер с этим знаменательным днём. И в этот день пожелать всем доброй, хорошей, крепкой веры, величайшей надежды, которая не иссякает под действием Духа Божия, и любви, которая покрывает все немощи окружающих нас, жизневечной со Христом Господом нашим. С праздником всех! Радостно, благодатно и благодарение Господу за то, что Он так вот нас любит. Как утверждает Церковь, Святой Дух действует в каждом из нас. Нужно только услышать Его, услышать Его голос и следовать за Ним. И тогда окружающий мир наполнится красотой и гармонией, а в душе поселится мир, тепло и покой. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, в этот день Господь протягивает человеку свою руку. Дай ему свою. Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Таким был этот день в Карачаево, Черкесии. А сейчас премьера фильма «Анка с Молдаванки». Приятного просмотра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова